Путин за последнее время постоянно страдает миротворческой диареей, он постоянно мироточит, он постоянно говорит о мире. На саммите G20 он говорил о том, что мы за мир, Украина не хочет мира, а мы хотим и так далее. Вот ваша оценка, на кого это рассчитано? Кто адресат вот этих вот всего того, что он говорит вот в этом приступе Елея? Я думаю, что ему такая позиция выгодна. Он же все время пытается сделать вид, что он не агрессор, не захватчик, а человек, который всего лишь вынужден отвечать на преступления украинских храницов, которые преследуют бедных мирных жителей Донбасса. Он это говорил даже, когда он бомбил Мариуполь, почему вы ему не говорите-то сейчас. Он таким образом дает возможность так себя воспринимать тем, кто с ним сотрудничает. Прежде всего, кстати говоря, странам глобального юга. Он же все больше становится человеком, который демонстрирует свою способность защищать его интересы, как мы это видели на виртуальной встрече 20-х. Он, кстати говоря, говорил о мирных переговорах именно на этой встрече. Это дополняло его образ единственного мирового лидера, который думает о несчастном населении газа. Вот заметьте, что человек, самолеты которого бомбили детей Алеппо и Мариуполя, холоднокровно абсолютно рассказывал, как другие политики не замечают несчастья детей газа. Ну, естественно, в этой ситуации еще одна, так сказать, краска к этому замечательному образу. Это его желание вести переговоры с Украиной. Он и украинский кризис очень хочет, наконец, разрешить. Ему просто не дают, не дают возможности. Ну, то есть это внешняя аудитория, это аудитория глобального юга, аудитория тех людей, которые, в общем-то, не знают, где находится Украина. Вряд ли смогут ее показать на карте. И тех на Западе, кто хотел бы, чтобы переговоры с Россией, по крайней мере, были темой политической повестки России с Украиной. И могли говорить, видите, Россия сама все время предлагает переговоры, Украина как-то вот не хочет. Ну, вот здесь как раз следующая тема, которая тоже у меня, действительно, ответа на которую у меня, вопрос, ответа на который у меня нет. Я хотел вам этот вопрос адресовать. Вот, смотрите, у нас на этой неделе будет саммит ОБСЕ, значит, на который демонстративно заявили уже, ну, как, я не знаю, может, я что-то пропустил, но четыре страны уже заявили, что они будут игнорировать его в связи с тем, что туда получил приглашение Лавров. Отказались ехать туда три страны Балтии, это Литва, Латвия, Эстония и, естественно, Украина. Они отказались присутствовать там в знак протеста того, что там будет присутствовать военный преступник Лавров. Значит, персональное приглашение, надо сказать, что в прошлом, на прошлогодний саммит Лаврова не пустили. Просто физически не пустили, ну, самолет, так сказать, ему предложено было пешком идти. Значит, сейчас Северная Македония пропускает самолет, а персональное, настоял на персональном приглашении Лаврова туда, значит, министр иностранных дел Австрии, который заявил о том, что он не хочет разговаривать, если не ошибаюсь, с Лихтенштейном и с Монако, а ему надо обязательно разговаривать с представителем России для того, чтобы ввести политику. Ваша оценка, вот смотрите, что происходит. Значит, Путин попадает в чрезвычайно лояльную для себя комфортную обстановку на G20, то есть ему, так сказать, уступают трибуны, он там выступает как директор пляжа на этом саммите, так сказать, чувствуя себя вольготной и хозяином планеты. Значит, здесь Лавров будет в Северной Македонии присутствовать на саммите, а, значит, три страны Балтии плюс Украина не будут присутствовать, то есть, ну, фактически уступают площадку. Вопрос. Как вы считаете, насколько вообще, в принципе, вот возможна изоляция России, как, вот, действительно, страны международного преступника, насколько это возможно и насколько тактика уступания площадке эффективна? Ну, вот такого бойкота уступания площадки получается, что они там гуляют. Первое, что Украина и страны Балтии будут представлены на встрече ОБСЕ просто на более низком уровне. Там будут их представить. Во-вторых, мы находимся в такой ситуации, когда Запад, вообще цивилизованный мир, пытается придерживаться принципов международного права и сотрудничества, которые, по сути, уже не существует. Это переходный период. Фактически мы цепляемся за прошлое, которое окончено. Одним из важных фрагментов этого прошлого является Организация по безопасности и сотрудничеству. ОБСЕ, по сути, тень хельсинского процесса, договоренности о нерушимости границы в Европе 1975 года, все это взорвано российскими действиями в 2014 году. Этого нет, и я считаю, что этого больше не будет. Вот чем, я думаю, мы отличаемся от западных политиков, так сказать, в взгляде для многих, от моих украинских соотечественников, я считаю, что всего этого больше не будет. Международного права не будет, которое было. Когда говорят, что мы должны вернуться к своим границам, признанным международным сообществом, гейтсом 1991 года, мы не можем никуда вернуться. Мы можем только закрепить силой, если это получатся, те границы, которые существовали ранее, военным или политическим путем. Путем давления силового или будущих каких-то через десятилетия договоренностей с Россией. Но надо понять, что вся эта история с нерушимостью границ, она взорвана, нельзя вернуться к тому, что существовало. Тем не менее, все это пытаются сделать активно. Организация безопасности и сотрудничества в Европе состоит, насколько я помню, с 57 стран, а решения в этой организации принимаются консенсусом. Сейчас появилась большая возможность того, что если Россия заблокирует решение кадровой этой организации, там целый ряд решений уже назрел, очень много. И решения о будущем председателя ОБСЕ, и решения о кадровых перестановках, и об аппарате, и о бюджете. Миллион всего. Миллион. То ОБСЕ просто перестанет функционировать. Россия выдвинула очень простое условие. Если министру иностранных дел России, как и в прошлом году, будет отказано в присутствии на сессии ОБСЕ, Россия заблокирует все решения организации. До свидания. Это обыкновенный шантаж. Но поскольку есть желание, чтобы ОБСЕ функционировало, с этим шантажом согласились. Кстати говоря, ровно в такой же ситуации была парламентская ассамблея Совета Европы и Совета Европы до 2022 года. Россия абсолютно четко говорила, если вы не снимете санкции с нашей делегации, мы не будем участвовать в работе парламентской ассамблеи Совета Европы, не будем платить взносы в бюджет, не будем то, не будем это. И в конце концов Совет Европы после неоднократных встреч со спикерами Государственной Думы Российской Федерации, вначале Сергеем Нарышкиным, потом Вячеславом Володиным, согласился с этим шантажом. И в принципе исключил возможность введения санкций против страны, которая является членом ПАСЕ. То есть санкции были сняты, хотя причина санкций не устранена. Но тем не менее, когда в феврале 2022 года началось большое нападение России на Украину, Совету Европы пришлось просто Россию из состава Совета Европы исключить, из всех органов Совета Европы, из парламентской ассамблеи также. А Организация Безопасности и Струдничества Европы этого делать не хочет. По большому счету, на самом деле, Россию стоило бы исключить из этой организации. Не морочь себе голову, потому что никакого смысла в российском участии ОБСЕ нет. ОБСЕ существует для безопасности и сотрудничества в Европе. То есть для поддержания принципа нерушимости границ. Стран-участниц. Россия с этим принципом не согласна. Мало того, что она признала независимость Абхазии и Южной Осетии, это еще можно было бы как-то проглотить. В конце концов, большая часть стран-членов ОБСЕ признала независимость Косово, хотя Сербия считает эту территорию собственной, и многие сторонники Сербии тоже. Но после того, как Россия присоединила к себе Крым Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области Украины, не просто их оккупировала, а вписала в собственную конституцию, совершенно непонятно, что она делает в ОБСЕ. Если есть желание строить ОБСЕ вместе с Россией, то понятно, что нужно находить условия для взаимопонимания с российской стороной. Понятно, что нужно обеспечивать участие российской делегации в сессии ОБСЕ. В этом смысле министр иностранных дел Северной Македонии куда более логичен, чем министр иностранных дел Польши. Потому что если вы не пускаете Лаврова на ОБСЕ, а без России эта организация не может функционировать, вы выглядите глупо. Если вы его не исключаете и не впускаете. Ну, теперь, по крайней мере, вы показываете, что вы хотите с ним иметь дело. Я не вижу никакого смысла в участии России в ОБСЕ. Тем не менее, я же не принимаю этих решений, как говорится. Это такая ситуация, она может привести к двум реальным результатам. Либо к возобновлению полноценного сотрудничества с Россией во всех международных, так сказать, институциях. К необходимости закрыть глаза на продолжающуюся войну. С Россией и Украиной сказать, что война это одна история. А мы тут с Россией сотрудничаем, переговариваемся. В конце концов, имеем какие-то общие интересы в других сферах. Либо продолжающаяся изоляция России. Это необходимо выбрать. Но у нас еще будет возможность, потому что война России с Украиной не завершилась. И никакой тенденции к завершению она не имеет. Вот так что миру придется определяться. Продолжение следует...